Знаете, проблема немцев в том, что они всегда все делают по правилам. Но не в смысле правильно, а в смысле по правилам. То есть, если немцу приказывают делать хорошие моторы, он делает именно хорошие моторы. Потому что правило гласит, мотор должен быть хороший. Но если правило гласит брать определенных людей, везти их в определенное место, там с ними делать определенные действия, и потом отчитываться об этих действиях, немец тоже будет это делать. Потому что так написано в правиле. То есть, немец обычно не смотрит, правильное ли это правило или неправильное. Он делает четко так, как было указано. И в первом случае появляется прекрасная, очень мощная, сильная немецкая экономика. В ином случае появляется Холокост. И вот этот вот феномен мне до сих пор непонятен. Вот вышла недавно новость о том, что немецкие пивовары фактически погибли. Потому что очень часто случается так, что пиво льют не какие-то крупные немецкие компании, а мелкие производители где-то у себя там в частном хозяйстве. Так вот, большинство этих хозяйств сейчас может исчезнуть. И немцы лишатся своей гордости немецкого пива. Почему так происходит? Да потому что все немцы четко исполняют предписания правительства. Им приказали, им показали правило, выпустили это правило, и они тут же этому правилу подчинились. Хорошее ли оно, плохое ли оно, немцы разбираться не стали. И теперь немецкий производитель пива не способен кого-то обеспечить своим товаром, потому что массовые мероприятия отменились, футбольный чемпионат не проводится, экспорт также был уничтожен. И что делать пивоваром в этом случае? Ничего, закрываться, уходить из бизнеса, сидеть дома, ничего не делать и проедать накупленные капиталы, если они, конечно, есть. Вот так немецкий менталитет, абсолютно легистский менталитет, с одной стороны может создавать потрясающие вещи, типа Мерседеса, с другой стороны он приводит к какому-нибудь Холокосту, ну, в данном случае немецкого пива.